Еще такие тезисы, как правильно вести переговоры. Всегда важно понимать, о чем вы говорите, приходить на встречу подготовленным. То есть, если вы знаете больше у тех ребят, с кем переговариваете, у компании, то это всегда вам даст плюс, потому что другая сторона может быть неподготовлена, либо вообще могут не понимать, о чем идет речь. То есть, условно, приходят какие-то послы, не знают компании, они не все знают, не обладают полной информацией. Это всегда может быть вам только плюсом в переговорах. Второе, если вы будете очень умным, то вы сможете прикидываться каким-то дурачком и тогда как бы обезоружить заранее людей. Они могут подумать, что вы там некомпетентны и попробовать вас поражать на свои условия. Тогда вы будете понимать, ну, как они себя ведут, что они хотят, какие условия. И тогда вот вы чуть-чуть прикинетесь дурачком, но они вскроют свои карты. Еще важно держать людей всегда в напряжении. То есть, то, чего не знает ваш оппонент, всегда вам только на пользу. То есть, вы можете всегда обладать большим количеством информации. Потом важно доверять еще своей интуиции. Потому что в переговорах не бывает такого черного и белого, там да и нет. Поэтому, если вы вот свою интуицию плюс подготовленность к встрече будете сочетать, то это получится вообще прям бомба в переговорах. В том плане, что вы сможете быть очень гибким. Еще важно, чтобы у вас в переговорах не было завышенных ожиданий. Либо вы идете навстречу и думаете, что все пойдет по одному сценарию. А в самом деле, возможно, вам придет какая-то интересная идея. Или в переговорах что-то вам новое предложат. То есть, важно быть гибким и не мыслить туннельно. Поэтому, что можно уйти в другую степь, придумать вообще какие-то альтернативные интересные решения. Это тоже всегда плюс. То есть, тут не надо быть зашоренным и ожидать только одного сценария развития событий. Еще важно на переговорах умение говорить нет. Это вообще волшебное слово. И некоторым это сложно сказать. И на них тогда ездят. Поэтому, надо учиться эти волшебные три буквы всегда называть. Еще в переговорах важно быть терпеливым. Потому что, возможно, через какое-то время люди согласятся. Либо до них дойдет информация. А может быть, они и через полгода согласятся. Это все может быть разное. Плюс еще важно понимать, что это искусство переговоров. Это нужно постоянно прокачивать. Быть таким гибким, творческим. И чтобы был не зашоренный подход. Тогда людям будет с вами интересно общаться. И будет взаимовыгода. Важно, чтобы тоже было взаимовыгодно в переговорах. Чтобы все стороны получили какой-то плюс. И не было никаких ущемлений ни с вашей, ни с другой стороны. Ну и последнее. Важно заинтересованность в своих переговорах не показывать. Наоборот, показывать без различия. Тогда вы сможете посмотреть, насколько другая сторона в чем-то заинтересована. Насколько им это надо.